приветствую вас мои родные любимые христолюбчики все брат и сестры во христе и все люди на земле всем желаю радости веселья у всякого счастья благо добра мира всего всего самого лучшего в дома ваши в души ваши во все сферы жизни вашей я вчера говорил вам в ответах на вопрос в прямой трансляции о том что я хочу записать можно сказать серию роликов они связаны и не связаны ну просто же много тем набралось каналу проповеди я сейчас уделяю мало внимания много мы читаем библию с вами на канале христа любви библии чтение писания новый ветхий завет и хочу первый ролик записать и опять казалось бы на избитую давно скучную тему но я считаю очень важный и по той простой причине что конечно же все мои проповеди в любом случае основываются на трех китах так скажем это конечно же должна все-таки вперед всегда это истина которая в твоем сердце человек должен говорить отсюда не бумажки ничего твои слова когда ты говоришь то что ты не пережил не знаешь не понимаешь это ничего вообще не стоит человек бумажка лишь подтверждает его внутренний мир где она подтверждает и согласуется то для него истина мы все прекрасно знаем когда нам пытаются что-то внушить что не согласуется с нами неважно где это написано мы можем внешне согласиться так люди ходят в культы что-то там исполняют по будучи вообще абсолютно с этим не согласны но делают потому что кто из-за страхов чего-то их самих запугали из-за внутренних страхов кто-то еще каким-то причинам поэтому первое конечно внутренний мир это всегда должно быть прежде всего бог просвещает тебя внутри они снаружи вот изнутри тебя должен идти свет дух святой в человека входит они сверху его осеивает это очень важно понимать он в тебя входит ты им светишь 2 это конечно же писание у нас есть библия библиотека ветхозаветных писаний новозаветные списание есть прочая литература библия не только округлим 50 книг там до каких-то нет есть мы с вами он на канале уже апокрифы смотрели кто может судить о них по сути-то истина это или ложь только опять сами в себе мы можем рассудить есть и художественная литература разных людей поэтому и все истина она везде промелькивает ну третье конечно это любые источники это начиная от всего мира это научный мир то же самое мы же берем кит примеры художественные игры фильмы литература общение свидетельства окружающих нас людей опыт человечества как хотите в чем бы он не был выражен в искусстве в науке я говорю в чем угодно там жизнедеятельности в любых сферах жизнедеятельности ну и вот сегодня поговорим все таки опять описание я много раз об этом говорил в разных роликах понятно я все употребляю но я специально стараюсь все-таки делать и концентрированные какие-то проповеди по посвященной какой-то одной теме причем вот именно иногда я это делаю вот именно по писанию как я вам показываю иногда вот по сути проповедь конечно это есть мое я я даже с всегда с людьми кстати я делюсь обычно именно этим каналом вот этот проповедь новичка как его назвал голоса пьющего в пустыне да потому что вот именно вот эта простота слов когда человек знаете там ненаучные как я даже там сейчас по библии мы читаем да вчитываемся в каждую букву параллельные места исследуем а вот действительно в простоте сердце человеческого говорит самоучение иисуса вы знаете она простой и понятно и легко всегда ложится у каждого здравого человека и вот первое всегда говорю я уже в этом давно просто убедился все таки что касается писания в частности библии это кстати касается дым любых писаний любых речей человек вы знаете на строгать из любой речи у человека можно сделать из него просто психа сумасшедшего и поэтому первое первый грех так назовем первое неверное понимание искажение идет от вырывания из контекста как бы сейчас банально не звучал на хотел опять ролик посвятить этой теме освежить немножечко в памяти наши мысли это именно вырывание из контекстов потому что игру все следующие сейчас опять свои размышления проповеди конечно же я вам уже еще раз повторюсь опираюсь конечно на три вещи личные знания опыт который из каждом человеке писание и весь окружающий нас мир естествознание так называемой да вот и по поводу писания вот сколько этих споров даже уже учение как называют их или еще что-то просто элементарно порой вот ну библия вы знаете да поделена на главы и стихи и вот действительно просто врывание этих стихов порой из предложений вернее слов из стиха а стих это далеко не предложение прекрасно знаете предложение бывает огроменный в библии они поделены там на 10 20 стихов и вот цитирует один стих но разве можно вырвать стих и это можно сделать если реально вы потом человека который вы понимаете обратиться к этому стиху которого цитировать или два там три стиха неважно евро это даже не полное предложение и и он действительно убедиться что ну там может быть без контекста ну это я много раз говорил в принципе такого не бывает по сути конечно у всего есть контекст вот вы помните я ролик записывал о переодевании да казалось бы мы себе просто перечислять разные так скажем сферы закона да касается вот этой в принципе как будто один стих одно краткое предложение до мужчины не одевается женскую одежду а женщина не одевает мужской но опять же контекста есть это закон закон моисея он пытается дать определенному народу что в этом народе оказывается эти грехи все уже были то есть мы же понимаем это это есть контекст контекст это общее понятие общей знании вот это важно очень важно вот я всегда говорил есть слово есть словосочетание поэтому это слово рассматривается в контексте словосочетание нужно другой казнить что такое помиловать казнить нельзя помиловать уже словосочетание а это получает вообще предложение оказывается еще где запятую поставить и смысл меняется казнить нельзя помиловать казнить нельзя помиловать да все прекрасно знают и таких примеров полным-полно словосочетание на обязательно участвует в каком-то предложении может быть в части это предложение причастный оборот где причастный оборот может быть это целое предложение предложение является зачастую вы знаете мои тексты с которыми я сам работаю с текстами библии да и он с апокрифом то же самое я делаю в виде истории рассказов всегда выделяя с красной строчки с длинного тире прямые речи людей неважно ангелов там до крашу разными цветами чтобы было легко и видно что ты вырываешь из речи человек чтобы ты быстро ты видел конечно когда визуально как у нас библия классическая черно-белая такая с таким шрифтом книга в которой ты не понимаешь где начало где конец вот ее так и изучают это 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 огромная беда я вам скажу огромная беда я сам это прошел вот эта классическая красная обычная библия в обычно красный почему-то не ну разные конечности то понятно зеленые виллы черную это караул ты же не понимаешь как ты будешь ты надо именно вчитываться туда опять находить где там начала этой речи когда у тебя разными цветами с новых строчек все я вот обращаюсь кто знает я всегда сразу вижу это всегда мне кто-то звонит я сам я хоп быстро к тексту его поп я же вижу что вот-вот а этот сказал этому все с красные строчки я вижу это диалоги или это длинная речь это сразу бросается в глаза это очень важно вот я говорю кто это проходил опытом тот понимает насколько причем даже это важно это даже оценить невозможно или переоценить это действительно важно поэтому это предложение может быть частью огромной речи причем огромной речи почему те же самые послания апостолов я грех обязательно читать целиком но хотя бы раз в жизни или когда ты какой-то исследуешь вопрос ну ладно ты кому-то приводишь и общими своими фразами пытаешься что-то там объяснить знаю вот именно идеально и весь контекст а вот именно все это послание а тогда я чему она посвящена какие темы там затрагивались какие переходные моменты были если ты это знаешь конечно ты можешь себе позволить вырывать и потом своими словами человек передавать но если такого никогда не делается вы не знаете даже чему посвящена основная цель послания по какой причине она была даже написана а это можно увидеть самом послании прочитав целиком если вы просто через простите гугл там или яндекс вам какое-то слово вспомнил сбрело там в голову чуть загуглили вам цитаточки повылазили вы хоп ее бросили вы даже не знаете и действительно реальный смысл и назначение ведь как говорю вот этот живой пример нам в школе приводили казнить нельзя помиловать вы знаете это тоже самое относится и к общим смысловым я говорю вот этим кускам текста здорового это тоже самое вырвать стих из общей части это все равно что вот не там запятую поставить то что вырывая вы как будто вот причастный оборот депричастный там в запятые поставили тот же сам кто знает причастный депричастный оборот зачастую его можно вынуть и по идее ничего не теряется ведь это что-то там да более подробно просто сказано в принципе можно упустить эту мелочь и это очень важно очень важный я просто будущее сейчас вот опять буду писать проповеди слова свои говорить я буду по писанию вспоминать и буду показывать и я крю это стих стих это часть речи часть предложения предложения часть речи стихи играет не обязательно прям предложение их не разбивали по предложению хотя могли бы кстати и вообще по предлагаю было конечно цель своя разбить те же сам предложение нам получается более мелкий кусочек стихи в частности писания чтобы простоте обращений так далее то я тут не спорю вот эта речь является частью там может быть какого-то события диалога монолога лишь когда цитируешь откуда ты же понимаешь что был разговор он посвящен какой-то теме был какой-то вопрос о том очень часто цитирую место этого вообще не понимаю вопрос тоже был задан возьмем в частности евангелие иисус и люди неважно кто там ученики ратозеи толпа там или спорящие с ним враги его фарисеи судуки книжники законники обычно там какой-то вопрос допустим есть мы оттуда вырываем сам смотришь слушай там вопрос вообще в другом был иисус ответил да там можно какую-то другую я согласен истину подчеркнуть из притчи можно много чего тоже для себя понять но надо не забывать что был основной вопрос на него был основной ответ и порой не зная вопроса все-таки ты хоть и другие глубины вытаскиваешь из этой казалось бы притча ответа ты можешь погрешить потому что она была сказана образно применительно к этому вопросу а вся библия меня там все время тычут что вот до ветхом за эти дух святого не было что ты вот там их судишь их непоступки этих праведников по новому завету я слушал простите а я почему и должен по ветхому завету судить зачем тогда мне его читать я живу через две тысячи лет после рождества христова я назад смотрю века отцов через линзу нового завета где мир переломился а я почему должен оценивать с ветхозаветной точки чтоб как вы это все обратно притянуть я должен свет хозаветный смотреть на истину у меня есть истину меня есть линза евангелие жизни иисуса его слова и учения я лишь из ветхого завета понятно там есть мессианские места но мне они допустим к христианину уже верующему в евангельских событий мне они не особо нужны я их могу знать чтобы кому-то привести исторические события описаны да хорошо просто читаешь просто знакомишь просто знаешь а извините на духовную часть на грехи или или праведность на добро или зло я почему должен на ветхий завет смотреть через призму какого-то ветхого завета я понимаю что люди мне эту какую-то хинею на уши вешают я говорю мне для чего тогда христос на землю являлся чтобы я опять ветхим заветом жил если иисус никого не убил значит они погрешали это не святость это не истины я не говорю что они будут гореть в аду но эти поступки нехорошо они возможно как июру перерождались уже все давно исправились но описаны нам поступок это зло это горько это черно и я должен назвать это тем чему научил меня иисус вы знаете я много конечно об этом говорил о чтении как смотреть естественно ветхий завет на всю жизнь я вам эту иисуса картинку всегда показывал об этом думающим иудеи над распятием и воскресением иисуса нам для чего тогда иисус приходил контекст очень важен очень важен его ни в коем случае нельзя недооценить а контекст какой я говорю это всей библии всего все истории человечества сотворение земли неба этого до второго пришествия и тысячелетнего царства и новую и творением иисуса новой земли и нового неба это же важно если я после воскресения иисуса убедился действительно в бессмертии человеческой души в теле если я в явлении бога воплоти на землю убедился в абсолютной совершенным подвиге жизни в любви ко всем даже к врагам я как должен рассматривать и на все смотреть жизни да я именно через это должен смотреть если я увидел абсолютную богом дарованную мне свободу как в первом человеке адаме так в иисусе я все это увидел я почему должен по-другому воспринимать мир то вы поймете к чему если последовательно будет смотреть мои ролики я то что в будущей темы опять будем трогать и мы убедимся с вами что именно в контексте мы можем увидеть причем контексте даже общее что у тебя просто бог тебе открыл знание открыл истину и ты через именно призму нее на все смотришь это это очень важно очень важно вот это игры вырывание из контекстов это огромная беда из контекста украйний контекст возьмите ты истина и пусть ты можешь смотреть только ты не бог сегодня ты не знаешь эту истину абсолютные ты смотришь через призму конечно истинным до качета дорос как павел говорил до чего дожили до чего доросли в том и живите в том подвязать ты на сегодня конечно воспринимаешь только в силу своего познания истины сколько ты ее вкусил как она тебе открыта и насколько но через эту призму ты обязан смотреть я говорю у меня будущей темы сейчас мы с вами начнем смотреть там бог говорит исполняет или не исполняет нет не исполняет свои слова он говорит отменяет их а через призму какую мы смотрим на это любви свободы и бессмертия так если бог сказал что накажет и не наказывает это истина и не истина бог плохой или хорош конечно хороший бог есть любовь погрозил пальцем и не исполнил так может то что у нас о будущем гражение бог грозит может и это не исполнит может и не исполни то что есть примере в прошлом где бог грозил и не исполнял мы же можем через эту призму истины нам открыты что бог есть любовь и бог в прошлом грозил и не исполнял посмотреть на будущее что может бог грозит и не исполнит ну правда при условии там допустим всех покаяться даже в будущем можем то есть мы знаем эту общую мысль общую тему до что бог если бы все мы через эту призму смотрим это контекст это общий контекст это истина бог любовь бог свобода бог бессмертия человек его образ и подобие это истина это контекст это общий контекст мы через это смотрим уже дальше ковыряемся они наоборот опять на истину через кривые линзы смотрим или розовые очки не этот абсолютно неправильно поэтому об этом никогда не забывайте никогда если в в том же самом вот вы там писание изучать мы сейчас в частности о библии говорим да вот именно есть такая фраза и есть ей противоречие в евангелии в библии в новом завете во всех даже библии надо разобраться не может быть противоречие истина есть истина это значит были частные случаи у них есть причина но через призму истины ты рассмотришь это увидишь почему здесь было так а здесь так почему ангел является захаре отцу иоанна предтечи крестителю и когда ему возвещает о том что не родится сын ян креститель он ему потом уста затворяет на 9 месяцев беременности елизаветы а марии тоже при вопросе как это будет казалось бы в синодальном переводе одинаково переведенным практически слой слой а почему-то когда мария спрашивает как это будет когда ему уже не знаю когда ей ангел возвещает о том что она зачнет от духа святого ничего он ее не наказывает никак никакой и так скажем знамени хотя там знамени это было в плохом смысле потому что написано что и захаре это не поверил а потому что захаре посмеялся действительно год как я сам старик и жена моей у нее же все женская закончилась как мы там зачнем он не спрашивал ангела это был риторический вопрос то есть такой уж как у пилата к иисусу что есть истина его она не интересовало задал он бросил в никуда этот вопрос и вышел от иисуса здесь тоже самое захаре просто не поверил вот и все и бросил этот вопрос так в бездну а мария спросила потому что она поверила но она спросила как это будет как объясними что когда я почувствую как это должно быть она реально спрашивала процессе как это будет что произойдет как я это сделаю с я мужем тоже она искренне 16-летняя девочка спрашивала у ангела как это будет как произойдет как я узнаю что я беременна он и ответил на тебя сойдет дух святой вот так вот из нами не дал доброе сказал вот елизавета родственница твоя уже зачала пойди сходи посмотри которые все знали вот именно об этой проблеме что не до старости и завета захаре не было детей надо разобраться в этих вопросах оказывается есть истинность ответ на этот вопрос и они не противоречат вот поэтому с той же самой сейчас вот знаете я много говорю о том что человек проживает далеко не один жизненный опыт за всю свою историю или возраст души у меня есть основания для этого в писании говорит и противоречит они тем же самым вещам пару что библия просто написано руками человека и писали обычные люди и они хоть были и вадимы духом святым она не написана под диктовку от духа святого не дух святой и писал не с небеси нам как проповедники корана рассказывают сошла библия не это ее писали переписывали переводили перетолковывали собирали обычные люди обычные люди и что и вытворяли эти вадимы духом святым люди почитайте в том же самом ветхом завете в духе святом давид я всем рассказывал же в духе святом псалтырь писал в духе святом а мне интересно когда он жену урии может сказать насиловал и урию под подмеч подвел он какой псалом писал не расскажете меня вот очень интересно ну как говорят что после этого написал 50 псалом а вот во время этого может скажете в каком духе святом какой псалом написал но после конечно 50 написал это заметно об а до в каком он духе святом пребывал когда все это вытворял вот все это люди надо не забывать поэтому есть контекст через прижим этого контекста мы можем все найти самый крупный самый глобальный контекст их ну так скажем истина она и простая в этом тут же она все-таки и многогранно да бог есть он просто есть бог он любовь поэтому он блах а человек и бог же и свобода и бессмертие и человек его образ и подобие то истина да потом тоже обладает источник у него свет любовь да он свободен да вот поэтому он может этого не делать бессмертен он до спит его душа большой вопрос между жизнями там или после жизни до второго в пришествие до суда мы не можем с уверенностью сказать но он свободен избирать добро и зло свободен а почему не свободен перевоплощаться бог душу спрашивает пойдешь еще учиться пойдешь учить пойду и не человек свободен через призму всех этих истин мы можем конечно же узреть и в писании многие вещи вот так что я хотел такую тему еще раз повторить поговорить запомните это это очень важно потому что мы опираемся очень часто и мы недалекие я привожу образ я на нем и закончу я всегда рекомендовал вот кто со мной новый завет читает тот знает как мы читали я сейчас на экране так да сейчас я может я далеко тут от компьютера на диване на ничего так вот кто помнит вот новый завет да я не просто так говорю что сначала читается евангелие от марка как действительно где кратко и более так сконцентрированно показана именно жизнь иисуса не зря я лука написал о том что евангелие это книга о жизни иисуса вернее вернее лука пишет свою вторую книгу дав определение своей первой что первую книгу феофил я написал о всем что делал и чему учил иисус и не зря поэтому иисус все время своем учении красной линии говорил такую фразу сотворите и научите то же самое нагорная проповедь от матфея где он несколько раз об этом говорит что человек слушающий не исполняющий подобен дому построенному на песке сотворите он говорит и научите потому что я сам творю и учу очень важно да марка там матфея и она как высшее богословие лука потом и потом его это книга деяния она перерастает он не зря и как вторую книгу пишет опять же книгу деяний не надо читать деяний послание параллельно это уже жизнь церкви книга деяния с первой по пятнадцатую главу там конечно же в основной своей массе центральной фигурой являются разные ученики христова но конечно главной фигурой в основном это петр фигурирует да там уже правда и павла видим его покаяние крещение язычников и мы знаем до чего это докатывается до 15 собора где до 15 главы так называемый иерусалимский или первый апостольский собор да как раз перед ним то и надо почитать к евреям к римлянам павла иакова петра и она у нас формируется мысль как жила церковь это время как раз этот собор мы знаем прекрасно что послание галатам мы видим мы точно не знаем но мы понимаем что она написана либо до буквально там грубо говоря за несколько дней либо после и чуть не во время этого собора где павел вот именно описывает этот случай что он там петру восстал обличая его в лицемерии и не в поступлении по правде евангельской да плавно переходит все это в коринфе к посланием коринфянам они прям в тему и и из 15 главы мы начинаем читать кто знает вот именно с 15 главы по 28 книга деяний уже центральной фигуры главным хотите героем как угодно назвать но исторической личностью действительно уже становится павел его жизнь у нас на глазах поэтому книга по сути это можно назвать житием павла поэтому тут надо начинать уже масса читать его послание опять же они есть вузах есть не вузах это очевидно понятно что посланиях фессалоникийцев которые вузах то написано сначала учительские мы видим титу филимону тимофеев да он уже как учитель уже пишет вот эти такие письма не очевидно и там прям вкрапляются он а тимофея вспоминает в книге деяния они ему все время сопутствует принимают там его потом когда он действительно начинает эти свои путешествия вузах последний мы видим откуда эти послания колоссиным там церкви коло в колоссах филиппийцах до самое последнее надо читать обязательно фессалоникийцев 1 2 и она плавно нас подводит книги откровения вы помните о чем там говорится как раз о том что вот именно во христе в последний пригласе последней трубы мертвы начнут воскресать живые изменяться вы помните как он там в догонку первому посланию из-за колебаний там и вот эти лжеучения последних временах уже что вот вот он иисус смотрите идет павел пишет во второе послание где раскрывает эту тайну беззакония что будет храм построен что там он сядет называя себя богом антихриста и почему все это произойдет потому что в людях не будет любви ни к истине ни к людям никому да и мы плавно переходим в книгу откровения книга откровения это последовательная книга очень понятная да там есть образы непонятные потому что описывать будущее бессмысленно ну кто нам может даже описать оружие будущего она может быть такой что нам даже в голове сейчас не предвидится каким к лазаре или там еще какой-нибудь да и нам описаны каким-то образом но мы все это увидим когда это начнет сбываться из уже так сказал поэтому там но каких-то образов и символов но сами там события там все понятно там видно хронология постепенность все это видно да вот все это мы увидим и до сих пор не можем понять что там это за печать но когда она будет уже всем будет очевидный мы видим в какой на главе как все описано да сейчас я работаю вот ветхий завет да у вас на экране то же самое есть последовательность книги царств которым то все заканчивается в них же вкраплены пророческие книги пророков они же дополняют их они не должны читаться вне формата но что толку ты не знаешь жизнь этого человека в каком он грубо говоря настроение когда это писал какие исторические события этому соответствовали если ты правильно все состыкуешь до начинается ветхий завет тоже писание это собраны по простому были правильно от начала там бытие исход потом уже пошло левит числа и так далее когда же царство начинается ведь пророки то это же они к этим относятся это надо вкраплять их туда в каждой главе где начинается от пророк надо и почитать что пророк сказал об этом и тогда все становится на свои места и вот я как вы мысль я много раз говорил вы все прекрасно знаете птиц до орлы летают выше всех и когда вот и это прямая зависимость то знаешь что прямая зависимость прямо пропорциональная зависимость это 1x равняется 1x если x это 11 равно 1 до на 2 умножаем тут 2 и тут 2 тут 33 и тут 3 обратно пропорционально зависимость когда наоборот от прямая вот так и здесь я всегда крыл вы попробуйте прочитать вот хотя бы один раз жизни вот если вы никогда этого не делали возьмите сегодня самого маленького какое послание любое якова но 5 глав петра 1 5 глав 2 3 их можно по отдельности читать хотя когда-нибудь лучше их вместе попробовать прочитать возьмите и она их можно отдельно читать 1 2 3 они почти независимы а в идеале когда-нибудь их все вместе прочесть почувствовать дух этого человека ведь это все что нам известно об этом человеке прочитав целиком поддержать и в голове чтобы что-то усвоилось осело потом тебе это пригодится потому что больше хорошо помню другие послания почитать большие маленькие евангелие когда-нибудь жизни попытаться прочесть целиком один раз сесть на два часа читать не слух слух тяжело уста работают губы сохнут горло начинает першить до про себя читать очень легко евангелие читается от двух до трех часов марк тере матфей ну и анлука матфей как самое большое 3 часа марк как самая маленькая 2 часа попробуйте когда жизнь не надо там над каждым стихом размышлять просто чтобы с общее впечатление сложилось я конечно понимаю библию за один день всю не прощешь это понятно но когда ты читаешь на даже держать прошлое события что-то читал тянуть эту мыска будто знаешь знаешь тебя увеличивается и вот я живой всегда пример привожу вот как ты как вдоль читаешь сколько вот игру это один стих прочитал ты наверху так поднялся на вот слово да ты наверху так ты два прочитал ты выше стал ты три прочитал ты возвесился вот так чем ты больше вот так ты же чем ты дальше вот чем ты больше читаешь тем ты сам как будто это двигается знаешь когда когда свет лампочку берете отодвигаете от плоскости здесь и и весь ну или высоту ты расстояние высоту увеличишь у тебя и площадь освещения увеличивается вот здесь то же самое чем ты площадь освещения увеличиваешь тем ты сам выше возвышаешься ты видишь картину целиком я вам скажу что это первостепенно мы ковыряемся в стихах я порой спрашиваю ягру я сам знаю проповедников полным полно они никогда ни разу в жизни не прочитали библию от начала до конца для меня сначала было удивительно ну я естественно я даже их не сужу я понимаю многие люди в основной своей массе от люди семейные рабочие все понятно в жизни не было времени он что-то там читал что-то пытался кусками отдельными книгами в разнообраз даже новый завет тот же самый до него все это отдельные какие-то кусочку не видит общей картины я вас вот просто уверяет только когда вы вот так в длину все прочтете вот так вы и сами возвышаетесь вы как орел вы все вы видите общую картину почему я игру конечно тяжело объяснить червяку вот орел взлетел вот что там он видит он скажет что ты там видишь он видит только вот так деревья у него он траву вокруг себя как деревья видит он солнце почти не видит и орел летит ну как он ему расскажет что он видит и что он видит все и все понимает и куда идти куда лететь это реально так чем вы больше пытаетесь захватить вот так тем вы выше возвышаетесь я говорю поэтому читая один стих вы видите только в рамках этого стиха вот вы встали в него люди и все вот он упёрся в этот стих и все человеком положено однажды умереть что что библии другой не существует больше стихов библии не существует который почему противоречит этому высказыванию так может надо посмотреть пошире другие места почитать разобраться а он все мир это вот это это вот я вот в этой коробочке это мир это один стих четыре слова человеком положено однажды умереть а павел говорит не все вы умрете иисус говорит не все вы умрете так может тогда надо все-таки взлететь ты побольше посмотреть и не важно что-то даже одно послание прочитаешь и у этого послания у этого человека не будет другой мысли а у другого есть так значит что-то не так надо разобраться и когда ты взлетишь вот так я говорю над всей библии над всеми разданием тебе все откроется поэтому чем вы больше по горизонтали читаете тем вы выше становитесь игру в живой пример вот свет относишь чем-то дальше от поверхности тему тебя шире площадь освещения а на практике чем вы больше читаете тем выше и у вас все это мировоззрение вы вышиваешь а так вот так я вон ошибся так и себя вот это а так вот что и сразу становится ясно а так вот что так вот он кому говорила так вот он почему ему говорила вот кто он есть а вот как он одет как он выглядит а что он до этого кому-то там сказал именно поэтому этот сказал ему чем-то выше видишь все это тему так вот вот запомните этот образ это очень важно очень важно и библия запомните это не книга каких-то анархоичных как я все называю барабанца с этим со стихами нет который крутит проповедники на по воскресеньям как лотерейные билеты вытягивают и проповеди читают нет библия это действительно даже несмотря на то что написалось писание людьми переписывались переводились и собиралась людьми она удивительно действительно собрана и написано да и многие там вещи то что мы образы подобия бога и бог в нас и бог просвещает всякого человека неважно крещеный нет я хоть и наезжаю на все эти культы как система но людей бог просвещает везде действительно все равно может просветить его и в православии в католицизме в протестантизме любой самый последний мелкой сектенки бог павла призвал вы знаете в каком состоянии он находился все возможно верующему да ну вот так вот вот этим я образом хотел бы закончить всегда не вам говорю это очень очень важно к этому надо стремиться достигать практиковать учиться павел вы помните как писал учитесь учитесь тренируйтесь в добрых делах даже писал тренировать тренироваться подвязаться да вот прописание мы все это прекрасно знаем это очень важно благодаря этому мы можем потом уже верю на всю библию через призму когда мы общую истину понимаем из всех моментов бог есть бог благ абсолютная любовь бог свободен и бессмертен мы его образ подой поэтому мы точно такие же вот так вот ну все на этом все в принципе я хотел еще такую я все собираю по плейлистам вы знаете стараюсь на канале есть плейлист тоже писание описание там всегда стараюсь как-то немножечко их подсобрать что щек интересуется все эти вещи действительно открывают потихоньку и ты становишься на определенный возраст все заповедь вы всегда помните всегда знаете которую мы заключили с нашим творцом и создателем ибо он и есть это заповедь он и есть это слово он любовь это любить всех людей на земле всех конечно по разному и любовь проявляется в разных делах и поступках может казаться иногда даже казаться с виду что это не любовь кому-то но живите по своему сердцу в котором есть бог любовь и он вам подскажет как вам где когда поступить на сегодня с вами прощаюсь пишите ваши комментарии мысли размышления эмоции всегда с радостью их читаю но если видео нравится вы сами все знаете что нужно сделать пока пока обнимаю целую